Если вы хоть раз его приготовите, вы влюбитесь в него на всю жизнь. Привет, друзья! Вы на канале Готовим Дома. Меня зовут Олеся. Сегодня поделюсь с вами любимым рецептом моей мамы, которому она меня научила. И это знаменитый пирог или торт Слезы Ангела. Это не просто пирог, а пирог с секретом. Что за секрет, я расскажу чуть позже. Главное, что пирог готовится очень просто и продукты для него найдутся в каждом доме. А пока напишите, пожалуйста, в комментариях, хочу пирог или хочу торт. Я очень люблю читать ваши комментарии, и я благодарю вас за поддержку. Вот такие продукты для пирога нам понадобятся. Также список ингредиентов оставлю для вас в описании под видео. Обязательно загляните. Начну с приготовления теста. Беру 160 г муки и просеиваю в миску. Муку для любой выпечки я всегда стараюсь просеивать. Тогда не будет комочков, и выпечка получится более нежной и пышной. Добавляю к муке 2 столовых ложки сахара. И чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю. Добавляю 80 г сливочного масла. Я заранее нарезала масло маленькими кубиками, чтобы его было легче смешивать с мукой. И теперь вот так, прямо руками, перетираю масло с мукой до состояния крошки. Вы тоже можете перетереть руками или воспользоваться комбайном. Делается все очень легко и быстро. Вот такая крошка из муки и масла у меня получилась. Теперь беру одно яйцо. Белок отделяю в отдельную миску и отставляю в сторону. Он нам позже еще понадобится. А желток добавляю в тесто. Вместе с желтком добавляю столовую ложку сметаны. Все смешиваю сначала ложкой. А потом вот так, руками. И собираю тесто в один комок. Если вдруг видите, что тесто плохо собирается в комок, просто добавьте к нему еще буквально пол ложечки сметаны. Вот так, тесто готово. Посмотрите, какое оно мягкое и нежное получилось. Пару раз пройдусь по нему скалкой. Когда будете раскатывать тесто, слегка посыпьте стол мукой. Или можете раскатать тесто между двумя обычными целлофановыми пакетами или на пергаменте, как вам удобнее. Выкладываю тесто в форму для выпечки. Дно формы я застелила пергаментом, чтобы готовый пирог было удобно вытаскивать из формы. И вот так распределяю тесто по дну и стенкам формы для выпечки. У меня форма прямоугольная. Вы можете приготовить такой пирог в любой форме. В круглой, в квадратной, то, что имеется у вас в наличии. Размер моей формы 28 на 18 сантиметров. Если будете готовить в круглой разъемной форме, берите форму диаметром 24-26 сантиметров. И у меня для вас есть еще пару секретиков. Я вот таким образом накалываю тесто вилкой. Это делается для того, чтобы оно не вздувалось во время выпечки. Вот такая красота получилась, посмотрите. И еще, когда я что-то готовлю из песочного теста, я часто пользуюсь вот таким способом. Кладу на тесто лист пергамента. Сверху высыпаю обычную сухую фасоль, горох или любые другие бобовые. Прямо вместе с грузом из фасоли отправляю форму в горячую духовку. Температура духовки 180 градусов Цельсия. Выпекаю песочный корж вместе с грузом 15 минут. Затем достаю форму, убираю фасоль и возвращаю форму с тестом в духовку. Продолжаю выпекать корж еще 10 минут. Вот такой красивый корж для пирога получился. Приготовь, поделись, подпишись. Теперь разделяю яйца на белки и желтки в разные миски. Один яичный белок у нас остался от приготовления теста. Его добавляю сюда же, в миску к белкам. Белки от желтков стараюсь отделять аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белки. Если попадет желток, белки могут плохо взбиться. Яйца я разделила. У меня получилось 3 желтка в одной миске, а здесь 4 яичных белка. А теперь приготовим вкусную творожную начинку. Творожный крем для нашего торта. Беру 500 грамм творога. Творог можно брать любой жирности, но чем жирнее творог, тем вкуснее и нежнее получится творожный слой. С жирным творогом он будет очень похож на чизкейк по вкусу и по консистенции. К творогу добавляю 3 яичных желтка. И всыпаю 200 грамм сахара. А также обязательно добавляю чайную ложечку ванильного сахара для чудесного аромата. В творожную начинку кладу 100 грамм сметаны. И столовую ложку крахмала. У меня кукурузный крахмал. Все хорошо перемешиваю. А кто-то крахмал в этом рецепте заменяет манкой. В этом случае начинку нужно будет перемешать и оставить примерно на час, чтобы манка хорошо набухла. И я люблю, чтобы в этом пироге творожная начинка была гладкой и однородной, без крупинок творога. Поэтому обязательно пробиваю творог блендером. Посмотрите, получился вот такой нежный творожный крем. Это как раз то, что нужно. Беру форму с песочным коржом. Корж уже немного остыл. И выкладываю творожный крем сверху. Разравниваю. Возвращаю пирог в горячую духовку. Температура духовки 160 градусов Цельсия. Выпекаю пирог 25-30 минут до схватывания творожного слоя. И за пару минут до готовности приготовлю меренгу. Для меренги понадобится 4 яичных белка и 4 столовых ложки сахара. Напомню, что 3 желтка мы использовали для творожной начинки и 1 желток добавили в тесто. Так что у нас безоходное производство. Взбиваю белки на средней скорости миксера до такой пышной пены. И теперь, когда белки взбились в пышную пену, постепенно добавляю 4 столовых ложки сахара. Только всыпайте не весь сахар сразу, а частями. В 3-4 приема. Если вы сразу добавите в белки весь сахар, он просто плохо растворится. Поэтому сахар лучше добавлять постепенно. Посмотрите, как чудесно взбились у нас белки. А вы знаете, что взбитые белки с сахаром называются меренга. Достаю форму с пирогом из духовки. Творожный слой уже схватился. И выкладываю взбитые белки сверху на творожный слой. Вот так равномерно распределяю. Можно пару раз пройтись по меренге фигурным ножом. И тогда на поверхности пирога останутся вот такие красивые волны. Они будут видны и в готовом пироге получится очень красиво. Возвращаю пирог в духовку и выпекаю еще около 15 минут при температуре 160 градусов до светло-карамельного цвета меренги. Ну, теперь уже пирог полностью готов. Но, как я говорила в самом начале видео, у этого пирога есть свой маленький секрет. И для того, чтобы случилось волшебство, пирог нужно чем-то накрыть, пока он еще горячий. Я взяла первое, что попалось мне на глаза и накрыла форму с пирогом пакетом для запекания. А если вы будете готовить пирог в круглой форме, тогда просто накройте его тарелкой или крышкой. И вот так. Оставляем его на пару часов на кухонном столе. За это время с нашим тортом случится настоящее чудо. И на его поверхности выступят красивые карамельные капельки. Именно благодаря этим капелькам пирог и получил свое поэтично-романтичное название «Слезы ангела». А мне эти слезки напоминают капельки росы. Друзья, это не пирог и не торт, а настоящее чудо. И посмотрите, эти волны на поверхности пирога смотрятся очень красиво. Такой пирог можно приготовить вместо торта на праздничный стол. Посмотрите, какой красивый разрез у торта. Видны сразу все три слоя. Напомню, что первый слой – это тающее во рту песочное тесто. Второй слой – ванильный творожный крем. А третий слой – нежнейшая взбитая меренга, которая по вкусу и консистенции очень напоминает суфле или безе. А когда все три слоя встречаются вместе в одном торте, это просто какой-то праздник вкуса. Если вы хоть раз его приготовите, вы влюбитесь в этот пирог на всю жизнь. Поэтому обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять, и поделитесь с друзьями и подружками в соцсетях. После того, как на поверхности пирога появились «Слезы ангела», его можно убрать в холодильник. Пирог может пару дней хорошо храниться в холодильнике, но думаю, что вряд ли он доживет у вас до следующего вечера. Съедается моментально. Самое главное, что готовится пирог очень просто, из простых доступных продуктов. С его приготовлением справится каждая хозяйка, а семья будет в полном восторге. Обязательно приготовьте!